Вместе за безопасность на Авторадио Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это ток-шоу «Вместе за безопасность», в котором мы обсуждаем актуальные темы, касающиеся всех участников дорожного движения. В студии Татьяна Максимова. Здравствуйте, и Петр Шкуматов. И сегодня мы поднимем тему правил дорожного движения. В правила каждый год по нескольку раз вносятся изменения. Мы, как водители, обязаны все эти изменения отслеживать, изучать и применять на дороге. Однако многие из нас годами, а некоторые и десятилетиями, не открывали правила дорожного движения и ездят просто наугад. Сегодня с Дмитрием Лейбовым, представителем Госавтоинспекции МВД России. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Мы обсудим последние изменения в правилах дорожного движения, то есть именно то, что вам нужно знать. Дорогие слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Ваши вопросы по теме, а также мнение присылайте к нам через WhatsApp, Viber или SMS по номеру 8-915-459-2020. Ну и сразу, пока мы не приступили к обсуждению, давайте заявим тему опроса. Пройти его можно в группе Авторадио ВКонтакте. Вопрос звучит так. Сколько штрафов вы получили в прошлом, в 2017 году? Ну, естественно, надеемся на вашу искренность. Опрос анонимный. Одна буква наделала столько шума, что вся страна стоит на ушах, Дмитрий. Это буква Ш. Мы до сих пор и не понимаем, нужно ли клеить знак шипы, если у тебя шипованная резина, или не нужно. Ну и сразу вопрос в тему от слушательницы Елены из Иванова про знак шипы. Надо ли знак шипы отклеивать летом? Данный знак, по сути, он как был обязательно, так и остался. То есть изменений-то особо и не было, но всего лишь его включили в перечень неисправностей, отсутствие знаков опознавательных, обязательных установки. То есть прописывали нормы, которые касаются начинающих водителей в части того, что скорость определенная в течение первых двух лет, определенные ограничения в части буксировки, перевозки пассажиров на мотоцикле и так далее. И в том числе попал данный знак начинающего водителя. И знак шипы автоматически получается вместе с ним. Естественно, раз он относится к перечню неисправностей, сотрудники вынуждены работать и реагировать, если знак обязательной установки не установлен на транспортные средства. В перспективе он будет отменен. То есть в настоящее время в соответствующей поправке в правилах дорожного движения проходит определенная стадия согласования. Наверное, выйдут, если не будет никаких дополнительных изменений в проекте установления. И данный знак уйдет в прошлое, в связи с тем, что в настоящее время все-таки динамика автомобилей изменилась, изменились системы торможения. Если раньше действительно знак «Ш» на старой, скажем, «Волге» говорил о том, что эта машина резко затормозить сможет, а ты не сможешь, держись от нее подальше, то сейчас есть огромное количество современных автомобилей, огромное количество различных систем торможения, ABS, ESP. Сама по себе резина стала лучше, или пучка так называемая, и огромное количество других свойств резины, которые влияют на сцепление с дорогой. Ну и само дорожное покрытие. То есть понятно, что шипы, они позволят, конечно, лучше затормозить, наверное, на льду. Но у нас в городах, по крайней мере, редко уж совсем ледяное покрытие. Все-таки дороги убираются, посыпаются соответствующими составами, реагентами. Поэтому в этой части, наверное, пока мы не можем говорить с уверенностью, но тем не менее, данный знак будет отменен. Дмитрий, еще одна путаница, которая в головах у водителей, у тех, кто правил дорожного движения, читает, и у тех, кто их не читает или читал когда-то 10 или 20 лет назад. Это круговое движение. Как сейчас правильно проехать круг, да так, чтобы и целым остаться? На самом деле все очень просто. Раньше перекрестки с круговым движением, это были так называемые проблемные места, на которых образовывались заторы. Заторы происходили из-за чего? Люди выезжают на круг и дальше не могут ехать по кругу, потому что вынуждены впускать тех, кто также въезжает на круг. И так происходило дальше, дальше, дальше циклично. То есть круг замыкался. А для того, чтобы убрать вот эту вот проблему, по сути, нанесли одно простое изменение в правила. Тот, кто находится уже на круговом движении, тот на главной дороге. То есть именно его надо пропускать, а не того, кто на круг въезжает. Поэтому тот, кто едет по кругу, тот главный. И, соответственно, те, кто въезжает на круг, они его пропускают. Проблем в части создания заторов сейчас нет. Но, естественно, есть какие-то определенные места, где нужно организовать движение, объективно нужно организовать движение иным образом. То есть, например, если там на федеральной трассе есть где-то круговое движение, а сбоку примыкает дорожка, по которой выезжает не так много автомобилей. Или другая ситуация, когда основной поток уходит на один из съездов, а другие съезды используются реже. Конечно, в этом случае может организатор движения, в данном случае собственник автомобильной дороги, владелец, установить знаки приоритета. То есть знаки главной дороги, знаки уступите дорогу. Если такие знаки установлены, конечно, нужно руководствовать знаками приоритета. Если знаков нет, то по умолчанию тот, кто на кругу, тот главный. Коллеги, в WhatsApp начали активно поступать вопросы по поводу этого кругового движения. Все-таки не все еще понимают, как правильно нужно проезжать. Иван из Воронежа пишет. Я попал в ДТП на перекрестке с круговым движением. На круге три полосы. Выезжал на круг правый ряд. Автомобиль, который уже там находился, резко перестроился из крайнего левого ряда в крайний правый. И ударил мой автомобиль. Виноватым в ГИБДД признали меня, но я с этим не согласен. Ведь я не мог спрогнозировать такой резкий маневр. Рассудите, пожалуйста. На самом деле, очень сложно дать оценку просто по описанию данным одним из участников ДТП. В любом ДТП есть, как говорится, две правды. Одного участника и второго участника. Это как объяснение. Читаешь, каждый всегда прав. Каждый всегда ехал на зеленый. Каждый всегда ничего не нарушал. В данном случае нужно исследовать само дело. Посмотреть видеозаписи, если они есть. Показания свидетелей. Сопоставить повреждения транспортных средств. Сопоставить их положение после удара. То есть, ведь тот автомобиль, который движется по кругу, он, по сути, осуществляет перестроение между полос. И осуществляя перестроение, конечно, он должен пропускать транспортные средства, которые движутся в соседней полосе, не меняя направление своего движения. Но при этом и тот, кто въезжает на круг, он должен уступить дорогу тем, кто уже движется по кругу. Поэтому здесь достаточно важный вопрос и достаточно тонкий момент. Успел ли уже первый автомобиль въехать на круг, когда второй стал перестраиваться? Или же наоборот? Первый автомобиль только начал въезжать, когда второй автомобиль уже, по сути, в эту полосу успел перестроиться. Поэтому вот так вот, что называется, в режиме офлайн, не видя материалов дела, видеозаписи, объяснений, схемы, дать, наверное, конкретный ответ будет достаточно сложно. Ну, на самом деле, это вот тот самый случай, когда видеорегистратор может помочь, потому что различия очень тонкие. Если Иван успел въехать на круг, то есть уже находился на перекрестке, то он не виноват. А если он только въезжал на круговое движение, то, соответственно, он должен был уступить дорогу даже тому человеку, который три полосы вот так пересекал. По сути, тот второй человек находился на главной дороге и осуществлял перестроение. И поэтому, если он это перестроение уже начал осуществлять до того, как Иван стал въезжать на круг, соответственно, он имел право это сделать. Дмитрий, одно из важных изменений для автовладельцев – это ввод экологических ограничений. С 1 июля введен знак 5.35 – зона ограничения экологического класса, механических транспортных средств. В Европе такие знаки применяются уже давным-давно. В России как это будет работать? Ну, правила дорожного движения в данном случае дали возможность организаторам движения, собственникам дорог, вводить определенные ограничения на въезд в ту или иную часть города или другого населенного пункта, вот в частности по экологическому классу. То есть различные варианты ограничений движения существовали. Для грузовых автомобилей, для автобусов, еще какие-то можно было установить. Вот в данном случае такое ограничение. Соответственно, власти субъектов, наверное, постепенно начнут изучать конкретные условия, конкретные возможности. Естественно, не должно быть какого-то, наверное, социального всплеска. Вряд ли резко на въезд в каждый город поставят самый высокий экологический класс. Евро-5. Да, наверное, постепенно-постепенно эти вещи должны вводиться. И собственники дороги должны с умом подходить к этому процессу. Дмитрий, приходит много однотипных вопросов. На один номер авторадио, напомню, 8-915-459-2020, слушатели просят уточнить. Если в свидетельстве о регистрации не указан экологический класс, можно ли на такой машине ездить и в каких зонах? Ну, в этом смысле как раз правительство сделало определенную отсрочку. То есть, когда данное постановление правительства о внесении изменений в правила дорожного движения согласовывалось, как раз-таки на этот момент мы обращали внимание. И правительство предусмотрело некий такой переходный период. То есть, до 2021 года, то есть в течение трех лет, под эти дорожные знаки смогут въезжать транспортные средства, у которых в регистрационных документах экологический класс отсутствует, отсутствуют сведения об экологическом классе. И, соответственно, если они и дальше хотят пользоваться этими зонами, и у них экологический класс позволяет, им в течение этого времени как бы отведено для того, чтобы они смогли принять меры к тому, чтобы экологический класс внести в документы. А что касается тех автомобилей, у кого экологический класс имеется в документах, то, соответственно, они уже сейчас должны руководствоваться с требованием знаков. Если знак не позволяет им въехать, то уже не въезжать. Кстати, наши корреспонденты провели опрос по поводу неэкологичных машин. Нужно ли дымящим, пыхтящим автомобилям запрещать въезд в город? Давайте послушаем, какие варианты получились. Я бы запретила въезд неэкологичным машинам только в центр города. Ну, если рассматривать Москву, то, наверное, в предел третьего транспортного кольца. А по МКАДу, я думаю, что люди, если у них старая машина, они же тоже должны как-то перемещаться. Я считаю, что нужно запретить въезд в город автомобилей, которые не соответствуют нормам по выхлопам и грузовиков в том числе. Но грузовики вроде бы и так уже запретили. Не стоит запрещать, потому что от этого за столько лет люди не страдают. Ну, по крайней мере, я не страдаю от того, что они ездят, потому что многие такие машины могут привозить нам те же самые фуры, да, продукты в город и так далее. И логистика будет сильно нарушена. И если мы, например, запретим въезд таким автомобилям, мы в чем-то другом проиграем. Ну, меня, если честно, беспокоит ситуация, когда ты едешь, допустим, на фуре, той же самой, пусть она будет классом Евро-4. И вдруг попадаешь в населенный пункт, где местная власть решила ввести Евро-5 проезд. И камера поставила с одной стороны и с другой стороны. Камера фиксации нарушений. А объезда нет, точнее он есть, но через 300 километров. Вот такое может быть. Вот вспомните, как вводились ограничения по въезду грузовых автомобилей. В частности, в Москву и в приближенные, скажем так, окрестности. Создавались парковки, создавались определенные места, где эти автомобили смогут отстаиваться на период, когда въезд этот запрещен. То есть не просто, чтобы они стояли вдоль дорог и ждали, пока там 10 часов вечера наступит, или там выходной день, когда им можно, да. А вводились определенные условия для того, чтобы они могли этот запрет соблюсти. И здесь ровно так же. То же самое с введением платных дорог. Например, да, платные дороги начали появляться, но обязательной нормой была, чтобы присутствовал альтернативный вариант бесплатного объезда. Я думаю, здесь примерно таким же образом должна подходить власть. Поэтому, если нет возможности единомоментно весь парк транспортных средств заменить на суперсовременный, конечно, надо подходить с умом. И общество здесь, мне кажется, должно сыграть свою роль. Если где-то местная власть, скажем так, перегнет, грубо говоря, да, то, наверное, общество должно отреагировать соответствующим образом. Коллеги, давайте о других изменениях в ПДД. Мы продолжим говорить во второй части программы «Вместе за безопасность». Сейчас небольшая пауза, не переключайтесь. Вместе за безопасность на Авторадио. Друзья, здравствуйте. В эфире вновь программа «Вместе за безопасность». Есть ток-шоу, где мы обсуждаем важные темы, касающиеся участников дорожного движения. То есть нас с вами, в студии со мной, Татьяна Максимова. Петр Шкуматов. И наш сегодняшний гость, представитель госавтоинспекции МВД России, майор полиции Дмитрий Лейбов. Еще раз здравствуйте. Еще раз добрый вечер. Сегодня мы обсуждаем изменения в правилах дорожного движения, которые произошли в последнее время. Если у вас, дорогие слушатели, есть вопросы, вы можете задать их через WhatsApp или Viber или SMS, написав на единый номер Авторадио 8 915 459 20 20. Еще одно нововведение. Это так называемая вафельница, вафельная разметка 1.26. Она наносится на перекрестках. На многих перекрестках она уже нанесена. Как эта разметка работает? Ну, смотрите. На самом деле, это называется участок перекрестков. У нас теперь по новому, скажем так, положению, по новой редакции правил. И здесь важно понимать, что по сути норма о том, что на перекрестках, за которым образовался затор, нельзя выезжать, она была всегда. И она осталась. В этой части изменений-то по сути нет. Просто это то же самое, что и с круговым движением. Это одна из серьезных причин, из-за которых образовывались заторы. Когда транспорт одного направления выезжает, за перекрестком затор, перекресток забивается, и транспорт поперечного направления не может осуществлять движение. То есть, по сути, перекресток замыкается, все завязывается, и во все четыре стороны, так сказать, начинает образовываться пробка. Поэтому для того, чтобы бороться с дорожными заторами, все-таки каким-то образом запустить движение, которое у нас начало постепенно, так скажем, ну, не то чтобы затормаживаться, но какое-то можно слово такое подобное подобрать, было принято вот такое вот решение. По сути, как-то сакцентировать, может быть, еще более внимание водителей на том, что все-таки не надо нарушать от требований правил. И те перекрестки, которые наиболее подвержены вот таким заторам, их в первую очередь, наверное, можно будет разметить такой разметкой для того, чтобы водителей как-то более, скажем так, подчеркнуть, что ли, их внимание, обратить внимание на то, что здесь проблемное место. Что касается ответственности, если говорить об ответственности, естественно, все должно быть с умом. Ни в коем случае не может быть такого, что человек выехал на перекресток, так сказать, на долю секунды притормозил, дальше снова ускорился и уже за этот штраф получает. Ну, нет, конечно. Правила дорожного движения надо считать в совокупности с кодексом, да, то есть кодекс в этом смысле восстанавливает ответственность не просто за то, что остановился на перекрестке, а кодекс восстанавливает ответственность за то, что выехал на перекресток, остановился на нем из-за того, что за ним образовался затор и не смог покинуть перекресток, и более того, создал помеху для движения транспорта в поперечном направлении. То есть при фиксации вот этих трех составляющих, выехал на зеленый, остановился, по сути, уже когда загорелся красный, B за перекрестком затор, который не позволяет продолжить дальнейшее движение, и V создал помеху поперечному транспорту, который не может из-за меня начать или продолжить свое движение, то, соответственно, в этой ситуации действительно можно говорить о привлечении к ответственности. Дмитрий, то есть я уточню, я выехал на забитый перекресток, там нанесена эта вафельная разметка, не успел покинуть до того момента, как загорелся красный, стою на нем, но никого сбоку нету. То есть в перпендикулярном направлении никто не едет. Так, значит, штрафа не будет? Значит, штрафа не будет. Но в данном случае вы же не можете угадать, поедет тот справа или слева. Ну, если никто не поедет, то штрафа не будет. Да, но нужно понимать, что мы должны ориентироваться все-таки не на того, кто справа и слева, мы должны ориентироваться на то, что происходит за перекрестком. Если мы видим, что за перекрестком затор, не позволяющий нам его покинуть, то правила запрещают нам на него выезжать. И мы должны здесь думать не об ответственности, получим мы штраф или не получим, а мы должны думать о том, что мы не должны на перекрестке остановиться. И еще важный момент. Если все-таки мы на перекрестке когда-то выезжаем, в случае, когда за ним образовался затор, то правила разрешают это сделать в определенных случаях. Если мы осуществляем поворот, соответственно, и нам не нужно двигаться в том направлении, где затор имеет место. То есть вперед мы не едем. Дмитрий, очень много вопросов по поводу перевозки детей. Люди еще не понимают все-таки, какие изменения произошли в законе. Вот Елена из Екатеринбурга спрашивает. Я слышала, что теперь запрещено оставлять ребенка до 7 лет в автомобиле. У меня грудной ребенок, ему еще не исполнился годик. А ситуации разные бывают. Надо отойти недалеко от машины, а малыш спит. Получается, что мне надо его постоянно будить и брать с собой? Еще один вопрос пришел на единый номер Авторадио. Написала Инга из Воронежа про перевозку детей на переднем сидении. Не совсем понятно. Подняли ли возраст до 14 лет? Дмитрий, разъясните, пожалуйста, для наших слушателей. Разъясняем для наших слушателей. На самом деле, этим изменением уже год, но тем не менее, все равно, как видим, не все разобрались. Надо еще раз освежить, может быть, и самим слушателям перечитать правила дорожного движения. Но мы, естественно, будем стараться рассказывать, максимально пропагандировать и помогать тем, кто сам не разобрался. У нас, тем более, это один из элементов, так сказать, стратегии безопасного движения, в том числе пропаганда и разъяснение правильного поведения на дороге. Что касается перевозки детей, возвращаемся к теме. Перевозка до 12 лет детишек, то есть до 11 лет включительно, ничего не изменилось в части возраста. Как это было, так и осталось. Единственные изменения произошли в части так называемых иных удерживающих средств. Раньше позволялось использовать на задних сидениях иные удерживающие устройства. Под это можно было подвести все, что угодно. Подушку положить там и так далее. В настоящее время этот момент исключен. Однако, сделано другое, более важное изменение. Что на задних сидениях, так называемых крупных детей, которые уже по своим габаритам, по сути, их детское кресло там ни в какое не усадишь, их можно пристегнуть в штатное время безопасности, то теперь это можно делать, если ребеночку от 7 до 11 лет. То есть до 7 лет использование детских удерживающих устройств, либо детских удерживающих систем является обязательным. А после 7 лет, то есть с 7 до 11 включительно на задних сидениях, допускается использовать штатное время безопасности, если он проходит безопасным образом. Это что касается перевозки. Что касается остановки, парковки, стоянки автомобиля, вот первая часть вопроса. Здесь на самом деле произошел ряд, череда очень негативных ситуаций, почему, собственно, это изменение было внесено. То есть у нас, наверное, многие помнят ряд случаев, когда автомобили эвакуировали с ребенка внутри. То есть автомобиль тонирован, сотрудники службы эвакуации, сотрудники полиции, либо те, кто занимается перемещением задержания транспортных средств, просто не могли обнаружить, что в автомобиле находится ребенок. Естественно, это очень негативно. Все на нервах и родители этого ребенка, и сама служба потом переживает, кстати, увезли автомобиль, в котором ребенок находится. Происходили гораздо более страшные вещи. То есть когда ребенок оставался в автомобиле на жаре, мама ушла там в столон красоты, еще куда-то, просто от жары ребенок просто задыхался в автомобиле. Ребенок начинал определенным образом приводить транспорт средств в движение Сам того не желая То есть рычаги передач, нечаянно дернул, задел, там просто как-то скатилось что-то В автомобиль припаркованный другой автомобиль въезжал То есть происходило ДТП с настоящим автомобилем, в котором ребенок Угонщики разбивали стекло и запрыгали в автомобиль, в котором ребенок Угонщик, кстати, тогда обнаружив, что ребенок в машине Бросил этот автомобиль и убежал Тем не менее, представляете, какой шок у ребенка, что он испытал Когда незнакомый человек, разбивая стекло, начинает вместе с ним угонять автомобиль Оно, по сути, назрело Назрело потому, что происходят такие негативные, такие трагичные случаи И данный пункт правил, он, по сути-то, всего лишь говорит о том Что, оставляя ребенка в автомобиле, обеспечьте присмотр за ним А кто может присматривать за ребенком? Совершеннолетний или без разницы? Ну, формулировка правила звучит как раз следующим образом Что запрещается оставлять транспортное средство на время его стоянки Именно стоянки, важно подчеркнуть, ребенка в возрасте младше 7 лет В отсутствии совершеннолетнего лица То есть, если ребенку меньше 7 лет, то его нельзя оставлять без совершеннолетнего лица То есть, брат там не может посмотреть Если ребенку больше 7 лет, то, по сути, получается, можно Ну, надеюсь, все родители поняли, что ребенка до 7 лет в автомобиле одного оставлять нельзя А давайте перейдем к еще одной больной теме для наших автомобилистов Это встречная полоса В новой редакции правил появился новый пункт Что запрещено движение по встречной полосе 9.1.1 Зачем это вообще было сделано? На самом деле, сделано это было с одной простой целью Поставить точку во всех, наверное, спорах, которые существуют До сих пор, пока еще существовали Вокруг вот этого термина Встречная полоса И в случаях, когда выезд на нее запрещен Но вот, наверное, последние такие споры, которые оставались Которые еще не были до конца разрешены Это так называемые моменты, когда Гражданин начинает Обгон там или другой маневр Связанный с выездом на полосу встречного движения Там, где это разрешено, то есть, ну, грубо говоря, на пунктирной линии разметки И дальше продолжает его уже Слева от сплошной линии разметки Или он возвращается уже через сплошную Или, что еще хуже, он продолжает движение слева от сплошной И потом уже возвращается Либо в свою сторону, в свою полосу Либо поворачивает куда-то налево еще То есть, может быть, даже маневр обгона как таковой не завершает То есть, он обгон-то, по сути, не осуществил И вот, чтобы эти споры все прекратить По сути, мы в правилах дорожного движения Перенесли ту норму Которая уже давным-давно есть в конвенции 68-го года Которая говорит о том, что на дорогах с правосторонним движением Необходимо, так сказать, нельзя находиться Слева от сплошной осевой линии разметки На дорогах с левосторонним движением Нельзя находиться справа От сплошной осевой линии разметки Еще одна интересная новелла В правилах дорожного движения Это световозвращающие жилеты Автомобилисты не понимают Новый пункт правил 2.3.4 Не понимают Надо ли иметь жилет с собой в автомобиле Когда тебя остановил инспектор И тут же вопрос от слушательницы Татьяны Из города Ковров У меня нет жилета Остановил инспектор Предупредил Что теперь мы обязаны иметь жилет в машине Как аптечку и огнетушитель А в ПДД про это ничего не написано Очень хорошо, на самом деле Что инспектора у нас проводят Некую такую разъяснительную работу То есть, заметьте, да Слушательницы говорят, что инспектор Не штрафовал, не наказал Не еще что-то, не угрожал Каким-то наказанием А именно разъяснил, что необходимо иметь жилет Ведь для чего это делается? По сути, это делается для нашей с вами безопасности То есть, у нас зачастую можно ехать на трассе Неосвещенной трассе Стоит автомобиль поломанный У него ни световые фонари не горят Ничего не горит Что аккумулятор там сломался Или еще что-то сломалось И тут еще водитель Пытаясь что-то там починить Ходит вокруг этого автомобиля Его не видно абсолютно То есть, ровно то же самое С чем мы боролись Когда вводили обязанность пешеходов Хоть каким-то образом стать заметнее И социальные кампании проводили Стань заметнее И вот в рамках стратегии Тоже эти вещи все у нас реализуются Ведь не обязательно это должен быть именно жилет Пункт правила, если внимательно прочитать Он говорит, что это может быть жилет Куртка, жилет-накидка С полосами световозвращающего материала То есть, это то, что даст возможность Увидеть этого водителя Находящегося на проезжей части Около поврежденного автомобиля Или автомобиля, попавшего в ДТП Именно увидеть издалека его Ну, кстати, не только автомобилисты Обязаны предпринимать все возможное Чтобы быть видимыми на дороге В темное время суток Давайте посмотрим, насколько ответственно Подходит пешехода К соблюдению правил по части световозвращателей Наши корреспонденты задали такой вопрос Имеете ли вы на одежде Свето-возвращающие элементы? Вот какие ответы мы получили Светоотражающих элементов в одежде у меня нет Потому что в самой одежде Они не предусмотрены Но при этом есть брелок Который у меня висит на рюкзаке Светоотражающих элементов На одежде у меня нет Но у меня всегда в багажнике Есть два жилета светоотражающих Потому что это тоже безопасность Это минимум здоровья, максимум жизни На одежде у меня нету Светоотражающих частиц Потому что это редко продается в магазинах Если это не спортивные вещи А я не ношу спортивные вещи Я знаю, что этот новый закон вышел К сожалению, я как раз Жилеты эти еще не успел приобрести Хотя считаю, что это правильно Потому что это опять же Забота нашей безопасности Я не имею на одежде Светоотражающих элементов Потому что я стараюсь Не выходить из машины В темное время суток На трассах, где не освещены участки У меня нет на одежде Светоотражающих элементов Но в багажнике автомобиля У меня светоотражающий жилет Хотя он не обязателен По нашим правилам Но при аварии Я считаю, что вполне разумно Его надевать Чтобы водители других автомобилей Видели аварийную ситуацию А вот мне интересно Разумно ли или класть Светоотражающий жилет в багажник Все-таки он, наверное, должен быть В салоне автомобиля Ну, во-первых, в салоне А во-вторых, как раз-таки Комментарий последнего слушателя Говорит о том, что Вот о чем Петр начинал Сегодняшнюю программу Что не все у нас водители Ознакомливаются с изменениями в правилах То есть данный водитель Не знает пока еще, что жилет Обязательно при ДТП одевать Они просто полезны, как он считает Коллеги, ну что ж Наша программа подходит к концу Подведем итоги нашей беседы И голосование, которое мы проводили В группе Авторадио ВКонтакте Мы задали слушателям такой вопрос Сколько штрафов вы получили В прошлом 2017 году? Прямо интересно Сколько? Петр, а сколько вы получили? Я 4 Ну это еще терпимо Так вот, что приятно 44% написали, что ни одного 39% отметили, что все-таки словили Один или два штрафа 11% признали, что у них было точно 5 постановлений И по 3% набрали такие варианты, как с десяток штрафов Или более То есть они признались афактически злостными нарушителями Дмитрий, как вы оцениваете результаты? Ну вы знаете, 3% наверное это достаточно позитивный результат То есть если у нас такой малый, скажем так, процент водителей Мы надеемся все-таки, что люди относились, так сказать, ответственно И отвечали Ну вопрос был анонимный Да, и отвечали, как он есть на самом деле Поэтому, в принципе, мне кажется, это положительный результат И эти 3% это, наверное, так как раз категория лиц На которых должна быть направлена наша стратегия безопасности движения Наша вся социальная деятельность И мы должны не просто там какими-то карательными мерами Переубедить там и штрафами, да, или там какими-то еще санкциями А именно обратить этих людей, что называется, в свою веру В том смысле, что необходимо вести себя на дороге Просто таким образом, чтобы это было безопасно Не только для окружающих, но и в первую очередь для тебя же самого Друзья, как видите, за нашу короткую передачу Мы не смогли осветить все, все, прямо все изменения в ПДД Поэтому зайдите в интернет, откройте правила дорожного движения И почитайте, что же там появилось нового Потому что правила написаны кровью, как мы знаем И если вы их не будете знать, то вероятность попасть в какую-то заварушку на дороге Она резко повышается А с вами были Татьяна Максимова Петр Шкуматов И наш сегодняшний гость Представитель Госавтоинспекции МВД России Майор полиции Дмитрий Лейбов Дмитрий, большое вам спасибо Спасибо вам А это была программа «Вместе за безопасность» на Авторадио Слушайте нас и удачи вам на дорогах Вместе за безопасность на Авторадио